22 июня одна из самых трагических дат в истории России. В этот день ровно 81 год назад, в 4 часа утра, началась жестокая, кровопролитная Великая Отечественная война. Фашистская Германия напала на Советский Союз. В память об этих событиях на рассвете в Твери прошла акция «Свеча памяти». В этот день почти каждый россиянин вспоминает героев своей семьи. С трансляции исторической записи голоса Левитана о нападении фашистской Германии на Советский Союз началась акция «Свеча памяти». Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. В день памяти и скорби рано утром у обелиска Победы в Твери собрались представители общественных и патриотических организаций, студенты вузов, курсанты, жители города и волонтеры. Отдать дань памяти пришел губернатор Тверской области Игорь Руденя. Сегодня, вспоминая это грозное время, мы можем сказать, что мы любим, уважаем наше старшее поколение, которое подарило нам свободу и нашу современную страну. Я хотел бы от всех нас еще раз выразить слова благодарности нашим дорогим ветеранам, нашему старшему поколению, которое воспитало таких мужественных внуков, правнуков, тех, кто сегодня является представителями нашей великой страны. В 4 утра на обелиске зажегся огонь, и на площади воцарилась тишина. Память тех, кто не вернулся, почтили минуты молчания. Затем участники акции возложили к подножию обелиска и к вечному огню цветы. После волонтеры раздали всем лампадки. В этот день участники мероприятия вспоминали и об исторических фактах и цифрах. 81 год назад, когда у людей, у граждан Советского Союза были свои перспективы и свои надежды на мирное будущее, произошли те события, которые положили начало Великой Отечественной войне, и фашистская Германия напала на мирный Советский Союз. В храме Михаила Тверского прошло литие, которое отслужил митрополит Тверской Кашинский Амбросий. Сегодня день памяти и скорби. Памяти о тех людях, благодаря которым мы живем, благодаря которым мы родились. Это еще день благодарности Богу за то, что у нас есть. За то, что те годы не перешли в апокалипсис для всего человечества. Это напоминание о силе духа нашего народа. Тогда, как войну, наверное, давно никто не молился. Но именно в войну и на фронте, и в тылу люди обращались к Богу. И черпали источник этой силы духа именно в Творце неба и земли. После акции «Тобелиска Победы» начался рейд по воинским захоронениям Твери. В нем приняли участие воспитанники военно-патриотического объединения «Сокол» и волонтеры Победы. На каждом захоронении они зажгли свечи в лампадах, возложили цветы, а также почтили память павших воинов минутой молчания.